Всем доброе утро из Австралии, из штата Виктория, с Монингом Пененчила. И вот с утра мы едем на Ход Спрингс. Вот так дорога нас ведет к горячим источникам. Вот такой вот Ход на главный ресепшн этих горячих источников. Нам очень не повезло с погодой в этом путешествии. Мы выбрали летнее время, думали будем наслаждаться. Ян даже переживал, что жарко будет очень. А вот местные жители говорят, такое необычное лето в этом году. Сначала пожары, долгое время сейчас дожди и очень холодная погода. Поэтому не совсем нам повезло. Ну вот посмотрим, удастся ли нам сейчас погреться здесь на горячих источниках. Вот так здесь, значит, путь в спа-центр. А здесь вот bath house. Это ванны такие с горячими источниками. С натуральной горячей водой. Посмотрим сейчас. Кофе попьем позже. Сейчас надо узнать все. 20-20 бассейнов таких ванн горячих здесь. Вот такие ванны с таким видом. Фотографии, как это все строили, делали. Как это было много-много лет назад. Вот с телевизором, даже с большим экраном, скрином. Огромная ванная. И вот ресепшн. Жду я, но он у меня карту смотрит, как всегда. Надо сначение все изучить. Вот мы не взяли шлепки. Возможно, придется здесь купить. Мне, конечно, не нравится. Ну, что делать? Люди уже переоделись. Сейчас узнаем, где здесь место для переодевания. Маленький магазинчик, если вы не взяли с собой купальник. Сумку пляжную и всякие принадлежности для ванны. Это мыло такое. Ну, и я там поздоровая с вами. Ну, вот такая первая ванная. Сейчас Ян примет решение, где мы остановимся. Ян хочет прогуляться дальше, не останавливаться здесь. О, дождь. О, дождь. Дождь начался. Если это под открытым небом, то мы не сможем. И вот таких вот небольших ванн с натуральной горячей водой здесь больше двадцати. Там вот, я так понимаю, спа. Дождь идет. А Ян у меня, конечно, ему надо выбрать самую дальнюю, где нет никого. Где нет народу. А мне под дождем-то гулять не хочется. Ну, вот такие маленькие, маленькие ванны. И я попробовала уже воду, вода, просто кипяток. Ощущение это, потому что на улице прохладно. Ноги у меня холодные. Мы гуляем, видите, босиком. И когда пробуешь вот воду в этой ванной, это очень горячо. Вот так. Мы поднялись на самый верх, на самую верхнюю ванную. Потому что здесь шикарный, шикарный вид вокруг. Я надеюсь, дождь немного... Да. Дождь немного... ...установится. Вот какой вид шикарный. Ну вот. Наслаждение горячей ванной. И таким, с таким вот великолепным видом. С этой стороны поля. Там леса. И с другой стороны... Вот там вдалеке-вдалеке океан. Следующая наша ванная. Вот с таким водопадиком. И с растительностью, конечно же, вокруг. Да, я хотела сказать вам, мы заплатили вместе, за двоих, 180 долларов. Сюда включены полотенца и теплые халаты. Можно без них оплатить, тогда будет дешевле. Температура воды в полах 38 градусов. Ощущается даже больше. Ой. Мы даже устали от такой жары. Решили вот здесь сейчас посидеть. Порелаксировать с видом на ванны. А здесь такая релаксирующая зона. Особенно в теплую-теплую солнечную погоду, когда вы напарились. Можно или вон там типа пляжик на шезлонгах посидеть. Либо вот на гамаках полежать, понаслаждаться прохладой под деревьями, послушать пение птиц. А здесь такое кафе. Но выглядит, что оно закрыто. Мы хотим выпить кофе. Посмотрим сейчас. А здесь амфитеатр. Наверное, здесь проходят какие-нибудь мероприятия. Сезон. Потому что выглядит, как сцена. Everything closed. Такие, как волкинг-пул, прогулочный бассейн вокруг, но все закрыто. Вот такой амфитеатр. Пение. О, большая птица. Смотрите. Ян не знает название птицы. Такая у нее... Она пушистая, негладкая. И поет, поет. Вот там такие стулья для отдыха, для релакса. И вот еще один пул, откуда можно наблюдать, когда проходят какие-то мероприятия. Мы входим в Айске. Ледяная пещера. После ванны здесь фризы. Еще какое-то интересное местечко. Солнышко выглянуло. Очень. То есть, тут вот ванны и вокруг такого прудика. С фонтанчиками. Солнышко выглянуло, и сразу так тепло. Здорово. Вот такой прудик посередине. Натуральный. Натуральный. Наконец-то... Наконец-то время кофе. Время кофе. Время кофе. Время кофе. Время кофе. Девочки-девкин. мы решили немного посидеть вот в таком шатре он весь затянут пленкой как теплица здесь так тепло тепло много кресел и просто такие матрасики мягкие можно поваляться но вот здесь что опасно я не знаю вы увидите или нет здесь черные пчелы и такая пчела меня сейчас укусила это так больно мы сразу пошли в медпункт не обработали там специальным спреем сказали пять минут погулять не заходить в воду и посмотреть если пойдет опухоль то вернуться в медпункт все еще ощущаю боль это ванна для массажа ног с горячей водой и камешками как бы рефлексальный массаж для ступней очень такие холки и камешки острые на некоторые прям невозможно наступить думая что это наша последняя ванна нам нужно отправляться дальше в путь завершаем мы вот такой спа ванной массажной яна меня релаксирует хороший ослабляющий массаж водный массаж и в путь к дальнейшим приключениям мы подъезжаем к филипп айлэнс вот сюда вот а резорт где мы остановимся на две ночи наши последние две ночи путешествия здесь на побережье вот такая территория этого резорта много-много здесь так скажу зданий здесь парковка здесь парковка это я так понимаю ресепшен сейчас узнаем где нас заселят там открытый бассейн открытый бассейн здесь теннисный аккорд там детская игровая площадка там ян идет впереди сейчас надо заселиться и пойдем куда-нибудь поужинать так здесь вот лобби такой ресепшен лобби а вот наверно туда мы и пойдем поужинать бар и ресторан с красивым видом с террасы но на террасе наверно будет прохладно посмотрим красивые посмотрим немного вот такой ресторанчик ну и конечно же сразу обзор нашей комнаты в резорте север фото резорт вход сразу здесь вход в ванную комнату в душевую привет привет всем так туалетик входим здесь кухонка лаунч зона телевизор стол два балкона у нас один балкон вот с таким вот прекрасным видом сейчас видим видим вот с таким видом на прудик с фонтаном и на океан красиво 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 так дальше 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 балкон на другую сторону но не буду выходить здесь ничего такого особенного там игровая площадка игровая площадка здесь кухня принадлежности чай кофе холодильник ну конечно же пустой одна маленькая коробочка молока не надо ничего и спальня отдельно спальня вот такая вот небольшая но уютная с окном вот мой аутфит на сегодня джемпирог и легкая юбочка вот такой вот сильвер вото резорт мы ужинаем в ресторане с прекрасным видом на океан заказали я сегодня необычно для себя заказала фронт карри очень остро я разочарована остро 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 с рисом а у Яна как всегда стейк приятного нам аппетита так мы едем по Филипп Айленд вот на этот мост и и и и Следующее мероприятие нашего путешествия по штату Виктория Это посещение пингвин парада, парада пингвина Я хочу поделиться с вами этим парадом в моём видео Очень много здесь туристов, очень-очень много Все хотят посмотреть на пингвинчиков маленьких Вот здесь нужно купить билет, пока не знаю Сейчас посмотрим, сколько стоит Так, 26 Нет Пара А Мы, наверное, будем брать Рейнджер Тур 85 долларов Сейчас Ян придёт, он знает, какой билет хочет купить Я позже скажу, сколько стоит билет Потому что здесь разные цены От 26 до 95 Посмотрим, что мы возьмём Ох, я вообще расстроилась так сильно Ни видео, ни фото нельзя делать 55 долларов билет И ничего нельзя снимать Смешно прям Смешно Так что, извиняюсь, друзья Ничего не смогу вам показать Так я расстроилась Хотела даже не то, что для видео Ютуба Для памяти снять это Потому что как часто сюда будешь приезжать Может быть, один раз и не больше И невозможно снять для своей же копилочки на память Ну вот так, друзья Вот такое вот ещё одно место Здесь в нашем путешествии на машине Пингвин парад Покажу хотя бы вам в этот парк С животными Вот такие животные здесь в этом парке Вот не знаю, видите вы или нет На этом холме ямки Это норки для зайцев Зайчики сидят около норок Они просто цвета такого же, как земля Поэтому на видео Вероятно, не видно Здесь какие-то вот Похожие И гуси, не гуси Какие-то птицы Ну вот, много их А мы направляемся туда Вот, смотрите пингвинов Поближе эти гуси Да, на самом деле Это гуси Зовут их И черные, как курицы Пи-хенд Зовут их А это вот Похоже на гуси Очень просто У них клювики Совсем такие Странные Кейп Бэйрэн Поближе сейчас А вот совсем близко кенгуру Ужинает Вот в таком месте Вот видите Там Люди сидят вдалеке А там билет стоит 26 долларов Но вот больше шансов Увидеть пингвинов здесь Поэтому здесь билет дороже 55 долларов Пока пингвинов нет Я могу снимать Говорят, что пингвины пугаются Всяких вспышек света от камер Так как они идут во время заката Это солнце даже после заката Поэтому вот поздно так И мы ждем Ждем их Вот девушка-ренджер Рассказывает То есть они Рассказывают Они Рассказывают 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они размером меньше курицы Чуть больше цыпленка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok